русские усадьбы как немного их сохранилось чудесных построек 18 19 веков и как безжалостно обошлось время с редкими памятниками искусства даже в скромных залах краеведческих музеев предметы быта давних времен пощаженные всеразрушающим тлением смотрится как драгоценное свидетельство высокой культуры русского народа и нет большего счастья для исследователя чем открытие замечательных памятников старинного искусства которые созданы руками талантливых мастеров и находились в незаслуженном забвении у потомков эти холсты долгое время хранились в фондах солегалического краеведческого музея несколько полотен несмотря на плохую сохранность работники музея поместили в экспозицию остальные были прочно определены в инвентарь запасника директор костромского музея изобразительных искусств виктор игнатьев во время служебной поездки в старый русский городок солегалич обратил внимание на холсты удивительно похожие один на другой по внешним признакам чтобы определить их подлинную ценность он вывез несколько портретов в кострому предварительное изучение находок дало многообещающие результаты и привело виктора игнатьева и автора этих строк в запаснике солегалического краеведческого музея на месте мы отобрали около 10 портретов происходящих из бывшего имения дворянского рода черевяных неронова что расположена недалеко от солегалича и все же подлинное значение находки оставалось для нас проблематичным мы знали имя художника даты написания большинства портретов знали даже кого изобразил живописец 18 века но о самом главном смысле нового открытия художественных качествах живописи об искусстве старого мастера а его таланте мы не имели представления ибо творение художника скрывала непрозрачная пленка лака а отдельные обветшавшие холсты искажали прорывы и особи красочного слоя вместе с грунтом реставрировали вновь найденные картины художники центральной мастерской имени игоря иммануиловича грабаря раскрывали живопись укрепляли грунт чинили непрочный холст работа реставраторов заслуживает самой высокой оценки они первыми увидели поняли и оценили по достоинству высокий класс открывающейся живописи реставраторы отнеслись бережно ко всем полотнам и благодаря их творческому труду портреты предстали перед современным зрителям почти в том самом виде какой они имели по выходе из мастерской художника родословная черевяных по известным нам документам уходит своим началом в 15 век имена представителей этого рода встречаются в описаниях многих важных событий из жизни государства российского они указывали немалые услуги отчизни поддерживали ее правителей а иногда вступали с ними в справедливую борьбу 18 век особо знаменательная эпоха в истории черевинского семейства иван черевин один из просвещенных людей своего времени отличался не только военными доблестями и верноподданническими настроениями для нас он интересен скорее как человек высокой культуры и энциклопедической образованности остатки черевинской библиотеки формирование которой началось еще при жизни ивана черевина могут привести в восторг любого библиофила в такой библиотеке могли работать дидро и вольтер настолько разнообразно и полно она укомплектована видимо при этом черевине заложены основы строительства неплохо сохранившиеся до наших дней усадьбы неронова здесь в медвежьем углу далеко от обеих столиц иван григорьевич вместе с сыном петром возводит здание лишенные провинциального скудоумия и однообразности построенные во вкусе умной старины барский дом флигеля церковь отличаются хорошим вкусом зодчих и требовательностью заказчиков на фотографиях начала двадцатого века запечатлены интерьеры главного здания везде высокие покои в гостиной штофные обои портреты дедов на стенах эти пушкинские строки могут служить документальными подписями к старым фотокадрам автором большинства черевинских портретов был талантливый художник григорий островский главное начало свойственное всем солиголическим находкам искренняя любовь художника к своему творчеству григорий островский прежде всего живописец и на окружающих его людей он смотрит глазами художника глазами умными и зоркими от него не ускользают тончайшие нюансы характеров портретируемых персонажей их жизнь хорошо знакома ему он знает заказчиков и подобно составителю хроники рассказывает нам о судьбах современников в каждом портрете работы островского раскрывается жизненный мир позирующего ему человека и достигнута эта душевная глубина исключительно средствами живописи ибо литературно-повествовательные элементы полностью отсутствуют в манере григория островского живописец из неронова был художником смелым любящим и тонко чувствующим чудодейственную игру красок он предпочитает открытые яркие цветовые сочетания приглушенной лессировочной манере сразу может броситься в глаза некоторая аппликативность в написании деталей портретов но она скорее результат своеобразной живописной системы чем свидетельство примитивности исполнения какой щедрой умелой рукой написаны украшения на женских платьях как любовно отшлифованы драгоценные камни и сережки сколь живо и материально передана фактура ткани все эти детали организованы в целостную гармонию и служат основной цели выражению духовной сути портретируемого находка в солигаличи начало большого исследования творчества еще одного великолепного русского мастера 18 века удастся ли отыскать свидетельство современников о творчестве григория островского дело времени и случая но уже сейчас ясно что мы имеем счастье быть сопричастными к искусству незаурядного художника прославившего свою эпоху и свой народ в настоящее время работы островского переданы на хранение в костромской музее изобразительного искусства островского原а тела температура и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok